Здравствуйте! С вами программа «Светлые отношения» и я, Вселина Светлая. Ревность – непростое чувство, порой даже очень тягостное. Почему ревнует женщина и как выйти из подобного круга переживаний? Об этом говорим сегодня с моей гостьей в студии «Светлых отношений» Светлана Липинская. Психолог-психотерапевт в области телесной и двигательной психотравнотерапии. Здравствуйте, Светлана. Добрый день! Интересная тема, такая болезненная, можно так сказать, сама лично сталкивалась с ней. И хочется задать такой первый вопрос, ну в чём причина ревности? Первое соображение, которое у меня возникает, это недостаток любви к себе, ощущения своей ценности. Если я, как женщина, ревную, соответственно, я допускаю, что кто-то может быть лучше меня. И мало того, я ещё это и демонстрирую своему партнёру, ревнуя. В чём такие глубинные причины ещё ревности женской? Ну, глубинные причины ревности женской лежат в том, что вы сказали. Вопрос только, откуда это берётся? Действительно, ревность, давайте, наверное, сначала, чтобы понимать, что лечить, скажем, как это, из чего состоит ревность. Ревность – это сложное базовое чувство, которое, скажем, состоит из нескольких таких простых чувств. Первое – это очень сильное желание обладать. Это интерес, это огромный страх потерять. И злость, может быть, даже с примесью мести, ну, от агрессия, от того, что я не могу этим обладать полностью, целиком. Наверное, в основе, если мы берём биологическую природу ревности, то, скорее всего, здесь лежат, я так думаю, биологические какие-то программы выживания, потому что даже в животном мире самец очень бдит за самкой и отгоняет других самцов. Самки менее ревнивые в природе, потому что, ну, в общем-то, в природе самцы больше борются за самок. В человеческом природе не всё так просто, и женщины, и мужчины часто страдают этой очень действительно нетягостной эмоцией. И в основе лежит то, что человек, который ревнует сам, он очень вот проходит вот эти простые эмоции. То есть, с одной стороны, есть огромное желание, и это такое больше на уровне иметь, вот обладать и никому не дать. Следовательно, почему я боюсь так, что этот партнёр, ну, если мы говорим сейчас о женщине, да, женщина боится потерять своего партнёра. Если мы начнём раскручивать эту тему, то, скорее всего, мы выйдем на то, что она боится остаться одна, или она боится, что другого не будет, или, ну, то есть, в любом случае, а почему она боится? Потому что, действительно, человек не оценит себя. Женщина, она боится, что она не настолько хороша, что вот если этот уйдёт, то всё, больше не достанется. Вот, и теперь вопрос, откуда у меня это? Откуда я не ценю себя? Почему я боюсь потерять этого партнёра? С одной стороны, нам очень важно, когда мы любим другого человека, нам важно, чтобы быть вместе. Но, с другой стороны, мы не можем заставить человека быть вместе, правда же? Конечно. Мы можем заставить быть со мной, и всё. То есть, есть страх, что вдруг, и тогда женщина начинает себя истязать, может быть, диетами, там, выгляделя, ну, уделяет внимание тому, чему, скажем, тому, чего там требует от неё партнёр, и тратит на это больше усилий, чем она бы хотела сама это делать. Вот, и откуда у неё вот эта невера в себя? От того, что в детстве, опять-таки, я как психотерапевт, это, знаете, как мантра. Все проблемы наши абсолютно с детства. Эта женщина, скорее всего, в своей семье родительской переживала уже это чувство ревности. Оно могло быть связанным с тем, что девочку отвергал отец, потому что это первый мужчина, с которым мы встречаемся в нашей жизни. И от того, какой образ отца, какие отношения у девочки с отцом, будет зависеть от того, как эта девочка вообще будет себя воспринимать как девочка, потом как женщина, и как она будет взаимодействовать с мужчинами. И второй момент, как девочка, какие отношения с мамой. То есть, насколько мама научила девочку быть женщиной, ценить себя как женщину, ценить себя как человека, и как мама относилась к отцу. Вот видите, такой треугольник получается. Потому что очень часто образ отца у ребёнка формирует всё равно мать. Поскольку в силу абсолютно объективных причин отец реже бывает с ребёнком дома. И, конечно же, то, как мать относится к отцу, и девочка это наблюдает, она будет это считывать вербально или невербально. И была ли измена отца в семье, в её детско-родительской. И насколько мать была спокойна в этом вопросе, насколько она сама доверяла себе, насколько она была уверена в том, что она хороша. Не обязательно внешне, а именно внутренняя уверенность, что я достойна, я хорошая. И даже если мой партнёр уйдёт от меня, то я не погибну, я останусь такой же ценной, как и была. И когда мне вот этой ценности себя нет, когда у меня есть страх, что меня не любят такой, какая я есть, это из родительской семьи, тогда мне нужно очень сильно держать партнёра. И для этого я использую либо родительские какие-то уловки, которые я, возможно, видела, если у меня в семье такое было, то я могла просто видеть, как это происходит. Эту стратегию мы считываем вербально и невербально. То есть и второй момент – это, может быть, и не было никаких измен, но в любом случае, если женщина ревнует, то однозначно она не верит в то, что она хороша. Не обязательно внешне, но внутренне. То есть я не такая хорошая, как другие, другие лучше меня. И, конечно же, мой партнёр меня бросит, если я не буду держаться за его штанину. Может ли поведение мужчины провоцировать ревность? Вы знаете, опять-таки, если у нас внутри нет вот этой неценности себя, то если мой партнёр ведёт себя так, что он реально изменяет, например, потому что ревность – это исключительно между партнёрами, то если я верю в себя, я считаю, что я достойная и хорошая, я скажу «Окей, до свидания». То есть я не буду бороться за мужчину, который меня не ценит. Я просто его отпущу и скажу «Окей, реведерчи, милый». Если же я буду зачем-то человек, который не ценит меня, если мы договорились, что наши отношения без измен, потому что есть пары, в которых они договорились, что мы можем иметь какие-то отношения, и если им это комфортно, не нам с вами их учить, как жить. То есть если людям хорошо, но в нашем обществе, в нашей ментальности преимущественно мы встречаемся всё-таки с такой договорённостью, что в паре мы не изменяем друг другу. Ну так ментально, мы же тоже, опять-таки, это один из форматов. И сейчас, когда семья такая дуальная, мужчина-женщина, один мужчина-одна женщина, и так не всегда было, мы знаем, и не везде так есть. Например, на Востоке, там, где допускается несколько женщин, были времена матриархата, когда была одна женщина, несколько мужчин, и это считалось нормально. Но в любом случае, вот была какая-то ограниченность, скажем, в своём племени, в своём гареме, в своей какой-то там матриархатической группе, я не знаю, да, то есть всё равно есть вот это право обладать. И чем больше я не верю в себя, тем больше я могу требовать от партнёра клясться мне, знаете, на крови, что вот никогда, ни за что. Вот, и в этом плане есть вот эта прямая корреляция между ценностью себя, доверием себе и тем, что я хорошая. И если даже мой партнёр куда-то решил уйти, ну, не вопрос, я могу и сама быть счастливой. Или найду себе другого человека, который будет меня лучше, ну, больше ценить. То есть я, а если я буду держаться, бежать, манипулировать, проверять, это точно про меня, а не про него. Потому что я боюсь. Вот этот страх, он провоцирует человека на такие манипуляции, на какие-то, ну, неадекватные действия, которые, к тому же, не удерживают партнёра. А наоборот, отталкивают. Ещё больше отталкивают. Кстати, по поводу ценности, я очень благодарна вам за то, что вы несёте именно эту идею ценности себя. Огромная благодарность вам. Я была на вашем мастер-классе, на вашем фестивале «Психология тела и движения», когда вы предложили прочувствовать через определённые действия свою ценность. Для меня это было тогда в своё время открытием, потому что, насколько этого не хватало, оказывается, и не хватает многим украинским женщинам. Поэтому они очень часто связываются с иностранцами, иностранцы видят, что они более доступны и так далее. В той же Турции, да, турчанку, чтобы завоевать, нужно, ох, как хорошо постараться украинские девушки и любовницами быть согласны часто. Я думаю, что, опять-таки, это стереотип, потому что, знаете, как раньше говорили, «О, все грузины торгуют мандаринами». Ну, то есть это такой стереотип, который, ну, нельзя говорить, что все украинские девушки прямо готовы ехать в Турцию и быть любовницами турков. Ну, не все, безусловно. Я думаю, что это тоже зависит от того, что мы живём в такой ментальности, в такой стране, где мы изначально для своего государства не ценны. А государство — это же не просто что-то такое абстрактное. Это люди, которые приносят эту игру домой. Если я не ценен в государстве, если для моего государства я пустое место, винтик-шпунтик какой-то государственной машины, то, приходя домой, у меня есть обида, разочарование. Я сам перестаю себя ценить, потому что меня не ценят на работе, в обществе и так далее. В семье строятся такие же отношения, нет ценности друг друга. А поскольку, особенно в советское время, если мы, ну, вы, наверное, может быть, не помните, я помню хорошо, да, люди были мало того, что они были, ну, неценными для государства, они ещё не имели абсолютно никакой возможности просто даже разойтись. Им негде было жить. Они жили в одной квартире и вынуждены были там, ну, мучиться сами, мучить друг друга, потому что реально человек не мог даже снять квартиру или, там, купить квартиру. Такого даже не было. Ты должен был 50 лет ждать в очереди, когда тебе государство соизволит, вот, с поклоном до земли, даст тебе какую-то, там, вшивую коммуналку или, там, хрущёвку, неважно. Вот. И люди, они даже хотели бы, может быть, уже некоторые, там, ну, не видеть друг друга, но они не могли, да. И потом есть много-много разных таких стереотипов, которые поддерживают вот этот миф. Ну, наверное, вы тоже слышали о том, что у нас ментальность абсолютно нормально. Не ревнует, значит, не любит. Кстати, да, очень точно. Ну, это просто бред, понимаете? То есть, как бы, человек, который ревнует, он априори заявляет, ну, какое-то право собственности. Собственность, да. Эгоизм какой-то тоже определённый. Я такой, рядом со мной ты должен быть. Ты должна быть такой, как я хочу, допустим, если мы сейчас говорим о женщинах. То же самое про мужчин, но, в принципе, всё-таки мужчины больше ревнуют женщин. Это тоже такая животная, скорее, вот природа, потому что мужчина, он правообладатель, да, вот как бы моё и сиди тут. Раз сиди, два тихо, как говорил Жванецкий. Вот, и поэтому женщины, а у женщин очень часто у нас в социуме также поощряется эта жертвенность. Вышла замуж, всё, как померла, знаете. Всё, теперь она должна... Ну, сейчас уже, конечно, немножко меняется, слава богу, мир открывается, и мы тоже многое узнаём. Но вот, ну, возьмите украинскую литературу, да, это же всё, вышла замуж, и, как я читаю, там, когда шеву семью, то можно просто вот застрелиться вот в таких отношениях, понимаете, то есть, когда ты всё, ты как пропал, ты как помер, ты должен вот терпеть всё, что с тобой не делают, вот в любой, в любой раскладе, повезло хорошо, не повезло, ну, значит, всё, вот жизнь твоя пропала. И так, слава богу, сейчас мы выходим уже из этого такой, ну, такого стереотипа, из таких привычек, но это ещё очень долго, это ещё не так быстро, как хочется, и очень многие женщины до сих пор терпят вот такое отношение, ты моя, ты будешь делать то, что я хочу, я хочу, чтобы ты работала, ты работаешь, не хочу, чтобы ты работала, не работаешь, там, с этим встречайся, с этим не встречайся, в девять дома и так далее. То есть, женщина, у нас, ну, как послушный ребёнок и должна подчиняться мужчине, которые, ну, обычно это мужчины властные такие, которые, или мужчины, которые, ну, такие, которые содержат, да, женщины соглашаются. Об этом, да, предлагаю в следующей программе поговорить, всё-таки мы сейчас именно больше акцентируемся о женской ревности, если всё-таки женщина выступает таким ревнивым началом, а такие бывают, честно, сама испытывала ревность, это мой опыт, поэтому для меня это очень интересная программа. Сейчас уже, конечно, намного меньше, чем больше мы развиваемся, тем больше, конечно, мы открываем своё мировоззрение, безусловно. Но вот ревнующая женщина, она же может доходить просто до крайности. Об этом свидетельствует, и это иллюстрирует, очень хороший фильм, называется он «Одержимость». Нашим зрителям рекомендую посмотреть, кто страдает ревностью зрительницам. Вот там как раз именно о женской ревности. Весь фильм в таком напряжении, и там показано, как преследует одна женщина мужчину, и как она следит за его отношениями с другой женщиной, это просто до помешательства доходит. Я к тому, что бывают ещё разные уровни ревности, чуть-чуть в шутку, и то это задевает мужчину. Ну, с одной стороны, да, конечно, ему может быть приятно, с другой стороны, у некоторых мужчин это очень раздражает, что это такое. Если честно, я не видела человека, которому приятно, что его ревнуют. Если у него только не перекошено в мозгах всё. Почему? Потому что ревную, значит, я тебе не доверяю. Как может быть приятно, когда тебе не доверяют? Ещё раз говорю, если реально есть повод, всё, расстаньтесь и будьте счастливы. Если реально человек конкретно изменяет или не ценит, всё, до свидания и всё. Но если вы остаётесь в этих отношениях, и эти отношения, они нездоровые, то есть я не доверяю тебе, то как я могу, собственно, быть счастлив? Как это может быть приятно мужчине, когда ему не доверяют? И он должен оглядываться. У меня был такой случай, к сожалению, этот мой знакомый, он очень известный музыкант, он умер, к сожалению. И я помню, мы в институте вместе учились, потом как-то разошлись, и общались, и он говорит, ты знаешь, я тебя прошу, ну там иногда созванивались, по делам и по дружбе, в общем, он говорит, пожалуйста, не звони мне там в такое-то время, потому что у меня жена просто, ну просто срывает крышу, я уже устал просто доказывать, что я не верблюд, что у меня нет, я по телефону не изменяю, я даже не могу по телефону говорить. Вот этот человек, к сожалению, в 40 лет умер. Думаю, что не без помощи, скажем. И в этих случаях, чем больше дисфункция, чем больше вот это сумасшествие, паранойя, помешательство, тем больше женщина не доверяет себе, тем больше она боится, что если не этот, то вообще никак. Или у нее есть убеждение, конечно же, если я не ценная, то часто у людей и у нас в обществе это очень распространено, когда женщина выросла в семье, где была такая больная любовь, я называю, между родителями, возможно, или к ребенку, то человек боль связывает с любовью, то есть вот зависимые отношения, это всегда отношения, в которых не выстроены границы. Когда я не чувствую твоих границ, и я наезжаю столько, сколько мне надо, сколько у меня страха есть, я нападаю, потому что реально там есть обязательно агрессия, там есть злость, там есть страх огромный. И, конечно, там уже степень повреждения внутреннего ведет к степени повреждения внешнего. Я знаю своих клиентов, клиентов, которые говорят, что уже сами понимают, что это ненормально, я там смотрю смс, я читаю почту, я проверяю карманы, то есть как бы я нюхаю там, то есть, понимаете, вот как у человека, он не может жить своей жизнью, он должен нюхать, проверять, лазить карманы. Это постоянный контроль. Это постоянный контроль, а контроль — это страх. Кстати, вот вы сказали о письмах, это как раз следующий мой вопрос был. Никогда, никогда не читайте чужих писем, как-то сказал нам наш педагог по актерскому мастерству на первом курсе. Я училась в театральном нашем Киевском университете, Карпенко-Карова, и за это я очень благодарна нашему педагогу, потому что тогда это во мне очень отозвалось, эта мысль, и даже если и были соблазны, буквально недавно, я себе в этом отказала, потому что на самом деле, ну как мне кажется, когда мы читаем письма другого человека, мы действительно ему не доверяем, и мы в себе усиливаем это недоверие, уже самим процессом этой проверки. Или всё-таки есть моменты, когда стоит читать? Вот как вы вообще относитесь к чтению чужих писем? Категорически против. Ещё раз говорю, что категорически, потому что письма, вещи, тайны, это всё наши личные границы, это всё наше право иметь своё интимное пространство. Каждый человек от только что родившегося до человека, который уже уходит, имеет право на своё личное пространство, на свои мысли, на свои желания, на свои отношения, на свои тайны, вещи. И мы знаем, как важно для нас вот это соблюдение границ. То есть что такое границы? Границы, они формируют, мы на прошлой программе, помните, говорили об этом, они формируют моё достоинство. И если я не уверен в том, что мой партнёр не нарушит границы, у меня будет страх. Я не могу быть собой, когда я боюсь, что кто-то прочитает моё письмо, что кто-то полезет в мои карманы. И поэтому я дома, даже детские вещи, когда стираю, я приношу, говорю, вытащи своих брюк, например, всё, что там есть. Я не лезу даже детям в карманы. Хотя дети, даже когда они были маленькие, я их приучила к тому, что это твоя вещь, я её беру стирать, пожалуйста, посмотри, чтобы там не было ничего, что тебе нужно. И у меня так один раз младший не вытащил телефон, и мы его постирали. О, боже мой. Ну, значит, нужно было. Да. То есть, понимаете, это очень важно, когда ты веришь, ну, знаешь, что твоё личное пространство в безопасности. Это очень-очень мудрая деликатность. Если этого нет, я не могу тебя любить, я не могу тебе доверять, потому что любовь — это доверие всегда. Доверие, безопасность. Если нет доверия, нет любви. То, что люди называют любовью, ревнуют, значит, любят, или ещё бьёт, значит, любят, у нас ещё такая есть мулька, понимаете, это вообще какой-то бред. Как это можно бить и любить, понимаете? То есть, это вообще нарушение физических границ, не только своих эмоциональных, интеллектуальных и так далее. То есть, это категорически запрещено. И совершенно право ваш преподаватель и просто нашим зрительницам, да, это вот просто категорически. Если у вас только возникает такое желание, вот просто держите себя за руки и быстренько к психотерапевту. Потому что это правда. Если вы не доверяете человеку, с которым вы живёте, уйдите и не парьтесь. Потому что, ну правда, потому что это не доверие к себе. Что я ищу в письмах? Что я ищу в карманах? Что мне там надо? Конечно, если уже случайно там что-то выпало или вы там стали свидетелем, ну вот прям оно лежит на столе, тогда уже должен быть просто прямой разговор. О чём это? Как это понимать? И всё. Как два взрослых человека мы поговорили. Если у тебя появились новые отношения, или ты там потерял ко мне интерес, даже без отношений, всё, до свидания. многие скажут, ну как же, а мне же будет плохо. Да, будет плохо, тогда, пожалуйста, тоже к психотерапевту или сами в подушечку. Поплакали. Но это не ваше право держать человека за ногу. Вот правда, со своим мужем мы 25 лет назад, мы договорились, что единственное, мы будем вместе до тех пор, пока мы оба хотим быть вместе. И это по сей день так. 25 лет. Потому что реально, это тогда ты растёшь. Если у тебя есть страх потерять этого человека, то это не отношения. Это уже тогда отношения в страхе, а не в любви. Да, то есть должно быть ценность отношений. Я хочу быть с этим человеком, я ценю эти отношения, и я расту, я изменяюсь, я развиваюсь для того, чтобы ему было со мной интересно и мне было с ним интересно. А не в том, чтобы мне страшно, ой, он уйдёт. Понимаете? К чему ревность приводит женская? К разрыву отношений. 100% всегда. Опять-таки, зависит от того, кто рядом с нами. Если человек, который терпит это, то это отношения такие, это не отношения, это болезнь. Это люди, которые ревнуют оба, или один ревнует, а другой терпит эту ревность. То есть это всегда говорит и у того, и у другого партнёра. Просто нет права на свои границы, нет права на ценность себя. И это всё корнями уходит в детство. То есть если меня не оценили, я буду терпеть. То есть если у меня есть такой паттерн, терпеть вообще, вот какой-то тоже поддерживаемый обществом, терпи, смирись, покорись. Не надо ничего терпеть, никому покоряться не надо, мы не рабы. Нужно любить себя и нужно доверять себе. И если есть какое-то сомнение, обсудить просто его. Вот так вдвоём сесть и просто спокойно, без всяких «ты мне должен», или «ты такой», или «сякой». Нет, вот просто мы сели, обсудили. Если есть какое-то недоразумение или какие-то вопросы, всегда, ведь если есть измена, на самом деле, если есть измена, то, значит, вы пропустили какие-то сигналы, которые уже были, и просто как сразу спрятались в песок и решили, что само рассосётся. Есть же женщины, которая только одна не знает, что он там гуляет. Уже все знают. Или не хочет знать. Да, правильно. То есть потому что она боится, если вдруг она узнает, что это так, тогда что? Тогда она будет считать, что ну а я же больше никому не нужна. Ну ладно, я буду делать, что я не вижу. Знаете, как дети маленькие? Закрылся, меня нет. Вот. И так получается, что эти все привычки, они формируются в нашем детстве. И если вот эти... Ещё может быть причина с детства, это ревность между старшими и младшими детьми. Тоже зависит от того, как родители относились к младшим и старшим. То есть есть семьи, в которых не одинаково относятся к детям. Есть семьи, в которых одного выделяют, а другого как-то гнобят, например. Я как психотерапевт каждый день с этим работаю. Тогда тоже может быть ревность, но она даже будет больше не столько ревностью такой вот между сексуальными партнерами, сколько такой завистью, обидой. Там больше будет примеси вот этого. А такая вот чистая ревность, она всегда завешана на сексуальном влечении, всегда. И потому что, ну, это... Иначе это немножко другое чувство. Потому что это право самца или самки обладать. То есть это всегда имеет сексуальную основу ревности. Такой базовый уровень отношений, да? Только как раз, может быть, отношения можно и проверить. Если много ревности, если много чувства собственничества, то, наверное, отношения находятся только на уровне сексуального влечения. Ну, глубже чувств там действительно нет. Это влюбленность, не любовь вовсе, страсть. Влюбленности тоже не должно быть ревности. Безусловно. Если человек самодостаточный, если я люблю себя, я ценна сама себе, я могу и сама быть счастливой, и другой человек такой же самодостаточный, то есть он целостный, он как бы здоровый, тогда не будет вот этих болезненных такой... А-а-а, кто-то меня там бросил. А-а-а, Боже, он мне пришел. Это все больше из страха. Я могу... Да, мне может быть больно, если человек, допустим, там, ну, изменил, ушел. Мы не можем приковать к себе какого-то цепью и таскать его за собой. То есть другой человек имеет право исчерпать себя в этих отношениях или изменить отношения. Ну, мне... Вот эти клятвы, ты сделаешь меня счастливой? Да, дорогая. Он себя бы счастливой сделал. Себя бы, в первую очередь. Это все сериалы, это все кино, красивая картинка, но это не жизнь. Но жизнь, к сожалению, еще сложнее, потому что в сериалах хоть там через 100 серий будет хэппи-энд, а не всегда в жизни бывает этот хэппи-энд через 100 серий. Поэтому есть люди очень больные внутренне, личностно, да, их себя надо лечить. И тогда мы от партнера будем радоваться и ценить то, что он может нам дать и то, что он не может нам дать. Тогда мы это дадим сами себе. Как выйти из порочного круга вот этой ревности, если женщина уже осознала, что это ей мешает, да, помимо психотерапевтической помощи и консультации, ну, хотя бы какой импульс мы можем дать нашим зрительницам? Вот что первое, я понимаю уже, это культивировать в себе чувство собственной ценности всячески через любимые какие-то занятия, да, чем-то себя занять. опять же таки, чтобы столько энергии не уходило только на партнера и на контроль. Просто, наверное, времени у нее много, поэтому есть возможность следить. Правильно, потому что это время, которое она должна была потратить на себя. На себя. Она не умеет, у нее нет привычки тратить время на себя, заботиться о себе, понимать, что с ней происходит. И это есть, как бы вот, если это перевернуть, то это будет рекомендация, что надо делать. Нужно начать смотреть внутрь себя и не критиковать себя, не казнить себя за это, а анализировать. Это я называю самоосознавание. У нас на самом деле, вот наше общество, почему мы толчемся, собственно, и на уровне страны, вот в таком болоте, и на уровне семей, потому что у нас при двух-трех высших образованиях у людей ноль осознанности, именно самоосознавание. То есть мы можем понимать все что угодно, но мы не понимаем, кто мы, что с нами происходит, что я чувствую, какие мои желания, какие не мои желания. Опять-таки, это следствие этой совковой системы, всей системы, семейной, общественной, школьной и так далее. Когда тот, кто сверху, тот и прав. Это чисто животные, такие инстинктивные программы. Вот если ты начальник, то я тебя должен бояться. Я начальник, помните, как кинза-дза, Малина Вешина, зачем? А чтоб плевать, зачем на других плевать? А чтоб отдовольствие получать. Вот это приблизительно та система, в которой мы живем. И человек, который ревнует, он таким образом хочет контролировать. Он боится посмотреть внутрь себя, потому что он не знает, что там он видит. И чаще всего он боится вот этой внутренней боли, потому что внутри у нас мы все хорошие, мы все рождаемся хорошими, мы все рождаемся с потребностью в любви. Любовь – это вообще основная эмоция, которая вообще закручивает всю нашу жизнь. но неспособность любить приводит к тому, что я хочу, если мне любить, то хотя бы контролировать. И у нас очень часто любовью называют созависимые отношения. Когда человек причиняет боль, а я называю, я же ее люблю, не могу ее бросить, или я его люблю, он мне там стучит в макушку, а она говорит, я его люблю. Или же у родителей еще одна такая жертвенная позиция. Ни один ребенок не скажет спасибо родителям, которые грызутся, бьются, ревнуют, скандалят или изменяют друг другу. Ни один ребенок вырастая, он скажет, некоторые мои клиенты говорят, я уже сам говорил-то, разведитесь, уже в конце концов, не мучайте нас и из тебя, чего вы сидите. А люди не могут разорвать эту больную связь. И вот если это ревность, скажем, у вас есть просто такое легкое желание проконтролировать, это еще может поддаваться тому, что я просто, ну, понимаю, что это нехорошо, мы там посмотрели программу и уже как бы полечились. И тогда это, ну, вот начать сама осознавать, что я делаю, что я чувствую, зачем я это делаю, что мне это даст, к чему это приведет. Вот это такие основные вопросы, которые мы должны научиться себе задавать. Если же это непреодолимое желание и вы понимаете, что это не нужно делать и все равно лезете в почту, в телефон, в карманы, в душу, то прямая дорога только психотерапевту, потому что сами не справимся. Благодарю вас, Светлана, за столь глубинное осознание темы женской ревности. Хочется продолжить, поэтому я вас приглашаю в следующий выпуск программы поговорить о мужской ревности. Окей. Ревность любой интенсивности непродуктивна для отношений. Культивируйте в себе чувства собственной ценности, и тогда вам откроется настоящая любовь. С вами была Вселенная Светлая. Помните, светлые отношения создаем мы сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова